Всем привет, друзья! Меня зовут Павел Петель. Сегодня будет не совсем, скажем так, обычный формат. Это будет такой формат ASMR-видео. Я думаю, многие из вас знают, что это такое. Я специально хотел сделать подробное расслабляющее видео, потому что подобного рода подача информации сама по себе расслабляет. И я думаю, своего рода эта программа будет такой терапией, потому что я буду говорить без волнующих тем, без каких-то проблем. Я даже специально не думал о темах, которые будут сегодня, потому что мне хотелось, чтобы программа была душевной, искренней, и чтобы вы просто расслабились. Но тем не менее, я кое-что подготовил. Я, знаете, что хотел бы, друзья, похвастаться. Я решил... Я решил выпустить целую серию так называемых Юги-видео. Видео... Не обязательно это будет ASMR. ASMR это такая у меня... Скажем так, эксперимент. Я хочу попробовать себя как ASMR-артист. Начну новость из того, что... Я, если помните, в начале года говорил про книгу «Хьюги». Так вот, я хотел бы сделать серию видео, посвященные Юге, счастью. А счастье — это такая безмятежная, спокойная, спокойное ощущение. Не нужно торопиться, не нужно гнаться за модой, не нужно гнаться за новым весенним сезоном, а наслаждаться тем, что мы имеем сейчас и так далее. Так вот, я рассказывал вам про книгу «Хьюги», которую и рекламировал, и предлагал вам всем почитать ее. Вчера я купил еще одну книгу. Как вы думаете, она называется? Она называется также «Хьюги», только автор другой, некая Хелен Рассел. Я книжку не прочитал, так краем глаза прошелся. В принципе, если первая книга от викинга, человека, который живет, ну, скажем так, носитель культуры Дании, который рассказывает о счастье, то книга «Хелен Рассел», я так понял, это рассказ иностранца, который попал в атмосферу датского Хьюги. И мне она показалась интересной, потому что, знаете, как люди, которые живут в атмосфере Хьюги с рождения, в Дании, они на многие вещи не обращают внимания, потому что они кажутся для них естественными. И я считаю, что мнение человека, который попал, скажем так, из Мордора, из Лондона, в небольшой датский городок, мне будет очень интересно посмотреть, потому что я узнаю многие моменты, о которых не рассказал викинг, так как он просто считал это самой собой, разумеется. Если бы я отправился в Данию, я бы также рассказал вам много чего интересного, то, чего мы не прочитали у викинга, потому что многие, повторю, вещи для него кажутся обыденными, а для меня и для вас это было бы очень даже интересно. И я в надежде прочитать что-то подобное купил вот эту еще одну книжку. Но о книгах я хотел бы продолжить. Помните, многие из вас в детстве, а многие не в детстве, читали о мумитролях Туваянс. Так вот, для тех, кто прочитал Хьюги, я всем рекомендую прочитать или перечитать истории о мумитролях. Я купил все рассказы писательницы шведской или финской, кто как ее называет, Туваянсен. О самой Туваянсене хочу сказать, что это человек, который жил в определенной среде, а как известно, бытие определяет сознание. Человек, которого окружал определенный быт, человек с определенным образом мышления и сущности, мог написать соответствующие, на мой взгляд, невероятно добрые, даже исцеляющие произведения. Лично я прочитал недавно биографию Туваянсен. Мне очень импонировала такая вот манера простоты, скромности. В принципе, в этом также некий залог счастья заложен. Но в то же время скромность — это скромность. А как говорила сама Туваянсен, что самое большое унижение — это нищета. И она не чуралась рисовать комиксы, она не чуралась зарабатывать деньги, потому что, повторю, бытие определяет сознание. И при всей своей скромности она купила остров и жила там со своей, ну как сказать, женой, да? И при свечах в летнее время они проводили там время, писали рассказы, в общем, жили счастливо. Что касается самих рассказов, я тяну удовольствие. Я не прочитал даже половину первой книги. Я наслаждаюсь. Мне кажется, когда я прочитаю все, мне будет грустно. Поэтому я тяну удовольствие, читаю. И знаете, я считаю, что это не детские рассказы. Нет, конечно, детям будет интересно, интересно, и ребенок найдет здесь что-то свое. Лично я, когда читаю про долину, про дом с голубыми комнатами, я становлюсь счастливым человеком. Это такая мечта. Океан, берег океана, пещера, путешествия, близкие люди, семья. Это настолько близкие нам человеческие, важные по-человечески, природные мотивы, моменты, которые, в которых, наверное, вся суть человеческого счастья, природного счастья. Когда я читаю, и самые какие-то там ужасности, на самом деле, лишь только вот они не вызывают какой-то негатив, какую-то там настоящую тревогу. Это счастливые рассказы. Это книги, которые, во время которых вы волей-неволей становитесь счастливым человеком. Вы забываете о каких-то о каких-то переживаниях, тревогах. Я даже когда отправился на днях через всю Москву в метро на выставку в Крокус Сиди Холл, по-моему, да, я взял с собой книгу, и эта поездка в длиною вечность для меня превратилась в такое легкое, увлекательное путешествие в метро. И вот это пример того, что насколько можно отдыхать, даже, казалось бы, не совсем комфортных условиях. Также хотел бы сказать, что вот в той же книге Хьюги не было книги Майка Викинга, совершенно ничего не было сказано про ароматы, которые, кстати, про парфюмерию, да, которые, кстати, очень сильно, я считаю, могут формировать и создавать атмосферу уюта. Я, в частности, в своем блоге в Инстаграм рассказываю про самые уютные ароматы. ароматы сопутствуют, сопутствуют сезоном, праздником, настроению. И я говорил уже в начале видео, что в нашей стране, к сожалению, как-то все очень быстро происходит, как-то все очень резко. Если Рождество, то это несколько дней, например, в той же Дании. Рождество начинается в начале ноября, и люди ждут это как сезон. Праздник длится в сезон, целый сезон длится. Праздник, как сейчас, идет такая вот пасхальная, праздничная суета, которая доставляет людям удовольствие. Кроме ароматов, я, по-моему, не прочитал ничего про кошек и про котов. Ведь животное, мало того, что само по себе является таким вот примером идеального ощущения безмятежности. Посмотрите, как, ну, конечно, если нет детей, или кот накормлен, но, по крайней мере, в мере мой кот, я на него смотрю, и я учусь у него быть счастливым. Потому что само животное живет здесь и сейчас. Оно не думает о том, что оно когда-то застарится, что оно когда-то умрет. Животное, если оно покушало, ему тепло, оно начинает расслабляться, не переживает. Это, с одной стороны, такое чисто природное ощущение, возможно, не свойственно человеку, но подумайте, что зачастую наши мысли, они не всегда направлены на заседание. Зачастую наши мысли разрушают нас изнутри, наши тревоги и переживания. Мы не умеем расслабляться, посмотрите на животное, домашнее животное. Оно дано нам природой как пример, хотя оно само по себе нас расслабляет. Я как-то просыпаюсь утром, первым делом ко мне в кровать запрыгивает мой кот, начинает мурлыкать, я его обнимаю и насколько поглаживаю, насколько важны эти первые минуты, когда мы просыпаемся, в голове включается такой вот механизм, запуск, что нам нужно сделать сегодня, какие планы, но мы начинаем день с соприкосновением с чем-то таким мягким, пушистым, с тем, кто тебе рад, возможно даже потому что вы его будете кормить сейчас, да, и еще про животных можно много говорить, а лучше учиться у них расслабляться и не париться, еще в книге я не читал про цветы, про декор, но так было все мелько, мельком, я считаю, что опять же в моем инстаграме можете посмотреть насколько можно внешними факторами изменить наше внутреннее состояние, я себя называю главным специалистом в вопросе счастья, и не только потому, что я такой счастливый, и все у меня красиво, а потому, что я испытал и перешел из некоторых несчастных моментов, трагических моментов, я знаю, что такое там, я знаю, что такое здесь, и я примерно представляю, что будет впереди, я, конечно, человек далеко не просветленный, поэтому, наверное, нахожусь в каком-то переходном состоянии, и мне свойственно все, и злость, и зависть, и какая-то вспыльчивость, я не идеальный человек, но очень важно к этому нормально отнестись, и наверное, первое, что мы должны сделать, чтобы успокоиться, это принять себя, и сказать себе, окей, это нормально, это хорошо, так вот, цветы и декор, знаете, у меня есть мечта, я в следующем видео расскажу про то, о том, что я хочу открыть магазин счастья, в котором будут продаваться товары, которые запутствуют счастью, так вот, цветы и декор там будут также, цветы, благодаря цветам, мы можем всегда конструировать атмосферу в доме, либо на работе, в общем, там, где мы находимся большую частью времени, и это тоже, наверное, должна быть отдельная программа по поводу цветов, и цветов, для меня вообще многие вещи, например, посуда, которую я пользуюсь, я не вижу там цветы, или когда я покупаю цветок, я вижу в основном там цвета или формы, эти цвета и формы очень четко воздействуют на наше восприятие, и мы можем моделировать наше состояние, зайдите ко мне в инстаграм и посмотрите, насколько светлые эти картины, которые я запечатлеваю, и я всем рекомендую по возможности, конечно, также окружать себя определенным образом жизни, потому что юги, счастье, это не то, что момент какой-то, поймите, чтобы кайфовать от момента в кругу друзей за вкусным ужином, со свечой, с приятной книжкой, вас, согласитесь, не должны тревожить какие-то важные моменты, касающиеся каких-то проблем, то есть если вы по пирамиде масло, да, вы не голодный, вас не тревожат какие-то серьезные проблемы со здоровьем и так далее, только уже на этом этапе, у вас нет каких-то финансовых затруднений серьезных, только тогда вы можете действительно расслабиться, поэтому решить эти проблемы нужно, но тут очень важная вещь, проблемы решаются, когда вы от них избавляетесь, измените образ жизни, образ мышления, его можно изменить очень просто, не обязательно вокруг себя раскладывать дорогой декор или цветы, вы можете просто разложить его в виде страниц, на которые вы подписаны в интернете, либо телеканалов или программ, которые вы смотрите, лично я не смотрю телевидение, потому что в любой момент меня может потревожить информация, которой я не готов, и она может разрушить определенную мою атмосферу, в интернете тоже этого полно, но я сейчас говорю про основу, такой майн, про основную часть времени, конечно, мы можем посмотреть новости, но чем больше мы пускаем в свое сознание информацию негативную, тем больше мы разрушаем свое состояние ощущения счастья, поэтому я вам рекомендую, даже если вы смотрите телевизор, чтобы не было каких-то осознайте, подумайте, даже не знаю, что по телеку показывают, есть несколько программ, о которых я знаю, которые в принципе добрые, но у меня, например, в инстаграме вся моя лента состоит из я подписан на тех людей, которые формируют мое настроение, мое настроение формирует мою жизнь, что бы со мной не случилось в будущем, это отдельная тема, то, что я себя чувствую сейчас счастливым, это тема, которая имеет для меня значение именно сейчас, конечно же, я повторю, я испытываю иногда негативные эмоции, но если на то пошло, они обычно появляются после того, как я зайду и посмотрю новости, либо еще куда-то зайду и информация начинает меня отравлять, скажем так, но это также нормально, тут очень важно балансировать, должна быть диета, большая часть информации, среды, которую вас окружает, люди, это также очень важно, потому что люди, люди, вы должны выбирать люди, которые вам, вот подумайте, люди, которые вас окружают, что они несут вам, они поднимают вам настроение, они помогают вам, они вас поддерживают, либо, вот подумайте, вы должны ограничить круг, людей, с которыми вы общаетесь, люди должны, это как, знаете, как эпидемия, как вирус, бедность передается, передается как болезнь, плохое настроение передается как болезнь, окружите себя людьми, которые делают вас счастливыми, даже если это будет немного людей, либо вы должны четко понимать, этот человек мне платит, я благодаря деньгам счастлив, я буду терпеть его вздорный характер, это нормально, тут важно, что вы в сущности осознаете, что происходит и в принципе успокаиваетесь. Я хотел бы вам рассказать о том, что было со мной такое вот вдохновляющая такая история когда-то, когда я создавал такие креативные образы, у меня была такая, я такой, я видел себя такой Титой Фунтис шоу, немножко эпатажная, экстравагантная концепция была у меня, да, так вот, когда я делал акцент на теле, я строил свое тело, и когда я отказался вот от этого всего, там, убрал костюмы, убрал тело, знаете, что произошло? Произошло чудо. Это я называю, когда вы теряете ноги и руки, у вас вырастают крылья, когда я перестал зарабатывать своей фигурой как артист шоу-клубного жанра и костюмами эпатажными. Вы знаете, у меня появилось вот такие выросли крылья, и я стал создавать юмористические видео на канале YouTube, которые имели большой успех, то есть, отказавшись от чего-то, потеряв что-то, мы первое время думаем, что это какое-то лишение, что это мы оторвали от себя что-то важное, и через какое-то время мы понимаем, что благодаря этому у нас вырастают крылья, у меня выросли крылья, но развитие приводит к тому, что вы понимаете со временем, что на пути к просветлению вы понимаете, что не все те шутки, которые понятны массам, не все те проекты, которые популярны среди масс, доставляют удовольствие вам, и вы переходите к новому этапу, вот я сейчас нахожусь на том этапе, когда я понимаю, что такой, скажем, юмор для большинства в интернете, я его называю юмор, который понятен для большинства в интернете, востребован в интернете массами, он воспринимается вами, ну, в частности, мной, как омерзительный, и я понял, что мне это не доставляет счастья, в конце концов, для чего я делал эти проекты, для того, чтобы быть счастливым, поэтому сейчас я делаю то, что делает меня счастливым, я надеюсь вас, что будет дальше, посмотрим все прямо пропорционально нашему развитию, на пути к некому просветлению, я думаю, что серию про передачи, серию выпусков про юги, про спокойствие, про универотворение, бессмятежность, мы будем продолжать, и не забывайте, что счастье это предвкушение чего-то прекрасного, а не ожидание чего-то плохого, предвкушайте и будьте счастливы, я вас люблю, пока. до счастливы, Продолжение следует...